Музыка Среди разных ролей главной является роль учителя. Для удобства слово «учитель» заменяют, например, на слово «преподаватель», как на этом сайте. Он может размещать учебные материалы и задания, управлять контингентом учеников, студентов, слушателей. А также имеют возможность изменить страницы курса визуального. Первый вопрос – курс его создания. Учитель может иметь более одного курса, а курс может включать в себя более одного учителя и более одной группы учащихся. Технически по умолчанию учитель сам не может добавить новый курс. Однако администратор системы может добавить возможность размещения заявок учителей на добавление своих курсов. Например, как на этом сайте создано меню преподавателям «Запрос на добавление своего личного курса». Преподавателю просто предлагается заполнить подробности о запрошенном курсе и после одобрения заявки администратором сайта учитель узнает об этом по почте и получит к этому курсу доступ. После одобрения заявки пустой курс выглядит так. Внешний вид и тема оформления могут значительно отличаться на ваших сайтах. Разные логотипы, цвета шрифтов, фона, размещение блоков. Не пугайтесь, это нормально. В нашем примере выбрана самая популярная в мире тема Essential, установленная на 10781 сайте мира на сегодняшний день. Посмотрим на визуальные и структурные различия в курсе при редактировании настроек. Тут редко увидишь армейское единообразие. Курс может отображать свое содержимое целым рядом способов или форматов. Давайте включим «Редактировать настройки. Формат курса». Мы видим форматы разделы по неделям или разделы по темам. Можно включить представление курса также по-разному. Или показывать все разделы на одной странице, или показывать один раздел на странице. Обратим внимание, что в документации Moodle слова «раздел», «секция» и «тема» имеют одно и то же значение. Чаще всего учителя выбирают формат «разделы по темам». Остальные форматы курса интуитивно понятны любому желающему. Теперь вернемся в курс. После включения режима «Редактирование» секции, разделы и темы могут быть переименованы нажатием на иконку «Редактирование». Секции также могут быть перемещены путем перетаскивания. Можно добавлять два элемента – элементы или ресурсы. Элементы – подразумевательники активности, под ними понимают задания. Под каждый элемент можно прочитать отдельную лекцию, а можно благодаря подсказкам освоить их самостоятельно. Кроме того, можно добавлять особые элементы в курсах, известные как блоки. Их размещают справа, слева или с обеих сторон, относительно центральной части курса. Блоки носят чаще всего информационный характер. Следует стремиться к тому, чтобы числу блоков было как можно меньше на странице курса. Второй вопрос – регистрация и доступ в курс. Перед тем, как ученик получит доступ к курсу, он должен быть вначале авторизован на сайте. Доступный педагогу состав способов доступа к курсу формирует администратор сайта. Например, на данном сайте имеется возможность саморегистрации, также вход без нее, гостям. И если ученик уже авторизован в АБС – свободный доступ. Важно знать и применять методы записи на свой курс каждому педагогу. Есть несколько вариантов доступа, доступных для учителя. Какие именно, будет опять-таки зависеть от администратора сайта. Например, на этом сайте администратор разрешил регистрацию учеников в курсах учителей автоматически. Auto-enrollment. Может дать право самостоятельно зачислять учеников. Кроме того, на данном сайте мы видим пример платного доступа с помощью российской банковской системы RoboCase. Как мы видим, есть и другие варианты метод зачисления. Например, самостоятельная запись и гостевой доступ. Обратим внимание, гости могут только просматривать курс, но они не могут участвовать в какой-либо деятельности, например, форума или тестирование. Если в курсе разрешена самостоятельная запись, то может быть установлен педагогам и способ доступа через кодовое слово. В этом случае записаться в курс могут только те ученики, которые знают этот ключ. Выберите нужный вам вариант самостоятельный. Третий вопрос. Оценивание в курсе. Каждый курс имеет свой собственный журнал оценки. Иногда их называют зачетная книжка, которая всегда будет записывать оценки от заданий, тестов, семинаров. Может включать также оценки из ветвящихся лекций, скором и LTE ресурсов. Отчет с оценками выглядит так. В состав этого отчета у каждого учителя будет включать свои показатели. Другие виды заданий, такие как форумы, базы данных и глоссарий, могут быть настроены так, чтобы оценки по ним также отражались бы в журнале. Содержание и настроек журнала оценок в предмете может быть настроено вручную путем нажатия меню управления курса оценки настройка категории и элементы, в которых будут размещаться промежуточные результаты оценки. Также можно импортировать и экспортировать оценки в системе. Четвертый вопрос. Анализ прогресса в обучении. Если такая настройка, как отслеживание выполнения, включена администратором сайта и применена учителем в управлении курсом, редактировать настройки отслеживания и выполнения, да, то вы можете установить условия завершения в настройках деятельности. Сложу, как меткое выполнение будет появляться рядом с каждой активностью. Заданием ученику может быть либо разрешено пометить его вручную, или же меткое выполнение будет отображаться сразу, как только у этой активности задания будет выполнен критерий освоения. Эта функция отслеживания может быть объединена с функцией завершения всего курса. Так что после завершения определенных заданий курс будет отмечен как полностью освоен. Гибкие траектории в обучении. Курс может быть настроен так, чтобы в нем отображались всем участникам все его содержание сразу и постоянно, или же может иметь существенный ограничительный характер, при котором показываются определенные пункты в определенное время для определенных групп или на основе определенных результатов выполнения предыдущих заданий. Варианты ограничений доступа таковы, как вы видите на экране. Все эти элементы ресурса курса и его секции могут быть скрыты вручную при помощи значка «Скрыть», если включен режим редактирования. Если ограничения доступа были разрешены администраторам сайта, то тогда настройки ограничения доступа будут отображаться для каждой учебной активности, элемента и каждого ресурса. Одностное решение учителя. Он выбирает, как и когда этот пункт будет доступен, и нужно ли его скрывать полностью или показывать его неактивным с указанием причины, основания или условия для просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok